Почти две недели красноярцы в соцсетях бурно обсуждают маньяка, который якобы покалечил топором и ножом уже нескольких женщин в Кировском районе и держит в страхе жителей. В интернете появились будто бы настоящие фотографии и фоторобот преступника. А наиболее неравнодушные даже объединились и прочесывают город, чтобы поймать его своими силами. Что отвечает полиция и существует ли маньяк вообще? Разбиралась Елизавета Мерзлякова. Ударил он ее вот в это место и вырубил сразу напрочь. Я не думаю, что кулаком, потому что у нее, говорю, вот так вот было все. Женщина боится за свою маму, поэтому лицо не показывает. В марте на Кутузова на нее напал неизвестный. Вечером она шла от подруги и почувствовала, что ее преследует мужчина. Обернувшись, пенсионерка получила удар, предположительно, обухом топора. Женщина упала и потеряла сознание, поэтому нападавшего не помнит. Из-за этого, по словам ее дочери, в полиции дело заводить отказались. Человек в Кировском районе, который нападает на женщин, он присутствует. Одна из потерпевших – это моя мама. Я туда вообще категорически даже днем запретила. Она туда даже и не ездит. Мне и страшно за ее подругу, которая там живет. И у меня там тоже много кто с ребятишками живут. Накануне Красноярка увидела в соцсетях сообщение о маньяке, который якобы орудует на соседней улице. И предположила, что между этими случаями может быть связь. Первые сообщения о нападениях в Кировском районе появились две недели назад. Горожане даже выкладывают фотографии предполагаемого преступника. Последний раз подозрительного мужчину очевидцы видели здесь, на пересечении улиц Новая и Маяковского. Если верить информации из соцсетей, то накануне он напал на прохожую с ножом в районе рынка Мави. И есть еще пострадавшая на Гастелло. В посте указывают и особые приметы нападавшего. Всегда присвистывает рост примерно метр девяносто. Ходит с ножом в руках и в зеленой жилетке. В соцсети объявили настоящую охоту на преступника. Чтобы поймать и передать его в полицию, пользователи собрали специальную команду. Уже в реальной жизни. На этом месте могут оказаться родные какие-то люди. Все равно переживаешь. Бездействие это, конечно, не понимаю. Собираем людей. Разделимся на группы. Пройдем по району. Я думаю, попадется. На мысль о маньяке натолкнули и ориентировки, разосланные полицией на прошлой неделе. На улице неподалеку неизвестный напал на женщину с топором. Отнял у нее деньги и сбежал. Впрочем, в ориентировке приметы совсем другие. Рост 170-175 сантиметров. И по данным МВД, этого нападавшего уже задержали. А информация о нападениях на Гастелло и в районе Мави ложная, заявляют правоохранители. По делу о нападении на пенсионерку на Кутузова, по словам полицейских, сейчас проходит доследственная проверка. Нужно определить тяжесть повреждений. Связи между этими историями в МВД не видят. Так что, судя по всему, эти преступления дело рук не маньяка, а разных преступников. Отчего, конечно, людям гораздо спокойнее не становится.